Через две недели это будут красивые красные спелые плоды средним весом 300 грамм. И зимой, и летом помидоры в этом тепличном хозяйстве, как в санатории. Комфортная температура 22 градуса, особая подкормка и забота персонала. Каждый томат под чутким присмотром агронома Ольги Николаи. Пока в теплицах только представители голландских сортов Торренте и Альтадена. Иностранцы неприхотливы и отличаются высокой урожайностью, но в будущем здесь собираются выращивать и плоды российской селекции. Транспортабельные, с хорошей лёжкостью. Технология выращивания наших томатов практически совпадает с голландской. Естественно, в открытом грунте, где больше притока будет солнечной радиации, летом будут немножко другие вкусовые свойства томата. Но тепличные ни в коем разе не хуже. О том, что надо выращивать наши отечественные кубанские сорта, говорит и губернатор. Глава региона сегодня посетил тепличное хозяйство и оценил качество овощей. С такой продукцией Тимошевское предприятие вполне может занять достойное место на прилавках российских магазинов. Удивительно, но пахнет помидором. Мы не только научились выращивать теплицы помидоров, мы их научились выращивать именно помидорами. Вот чём вопрос. Некая такой субстанция, которую я помню лет 10 назад даже 5 мы ели и не понимали, трава это, как в народе говорят, либо не трава. А это помидор, пахнет помидором. Но это высокое качество, объективно, коллеги, это высокое качество, которое сегодня присуще, но я уверен, только кубанским овощам. А, фигурец тоже самое. Такой же запах. Важно сохранить традицию вкусовую, которая была всегда в нашем крае. Мы говорим и о преемственности, и на самом деле о качестве продуктов питания, в частности огурцов, помидоров, которые на кубанской земле всё равно растут. Это тепличное хозяйство существует уже больше 40 лет, но вот расширится до сегодняшних масштабах 26 гектаров. Ему помогли инвестиции. Заключённый на Сочинском форуме контракт позволил привлечь больше миллиарда рублей на создание производства по голландской технологии. Тимошевский район вообще считается благоприятным с точки зрения инвестклимата. Общие суммы привлечённых средств выше среднекраевого уровня на 12%. В район едут не только строить новые производства и заводы. Губернатор отметил развивающуюся инфраструктуру муниципалитета. Из теплиц гости отправляются на воссозданный стадион «Колос». Это самое большое спортивное сооружение в районе, и его открытия ждали с нетерпением. Теперь здесь и новые беговые дорожки, трибуны и спортивные снаряды на любой вкус. Это для подготовки к сдаче норм готов к труду и обороне. Коллеги, абсолютно поддерживаю. Не только тренажёры, которые для занятия силовыми какими-то упражнениями поставьте. Так называемый воркаут, который сегодня тоже очень востребован среди молодёжи. Иную активность здесь создайте, потому что есть ещё место. Сделайте центром притяжения стадион по-настоящему. Сегодня есть ещё раз подчеркиваю для этого все возможности. И вот он должен быть днём для мальчишек, которые в первую смену, кто-то во вторую, и девчонок. А вечером для всех. Это должен быть центром притяжения. И он может стать любой стадион в любой станице, большой, маленькой. Главное, чтобы он там был. Местом притяжения и млад, и стар. Ещё одним местом притяжения, особенно в сёлах, становятся парки и скверы. Станица Днепровская – это реальный пример того, как в малом поселении реализуются национальные проекты и краевые программы. Недавно здесь отремонтировали дом культуры, мемориальный комплекс и парк. Зелёную зону привели в порядок по региональной программе формирования комфортной городской среды. И назвали в честь 75-й годовщины Победы. Так решили местные жители. Уже порядка где-то 100 с лишним муниципалитетов, сельских поселений, которые участвуют в краевой программе и федеральной. Здесь условия, которые сегодня я ещё раз стал в благодарности главе сказать, создают для того, чтобы на самом деле эта жизнь здесь продолжалась. Мы должны не возвращать сегодня жителей в село, мы должны сделать всё, чтобы они не уезжали с села. А мы сперва допускаем, чтобы они уезжали, а потом делаем всё, чтобы они возвращались. Лучше изначально предупредить ситуацию миграции из наших станиц, из наших сёл в города, в том числе и в краевой центр. Предупредить миграцию, а предупредить мы её можем только к комфортному жизни. Там, где люди уже живут, для них это родные места. Поэтому давайте ещё сильнее, активнее наращивать сегодня, в том числе и поддержку программ, связанных с комфортной средой в сельской местности. Потому что пройти на случай, ещё раз подчёркиваю, молодёжь уж точно поедет в город. Благодаря таким проектам жители всё чаще решают оставаться на малой родине, а не стремятся в большие города. Ведь в любом хуторе и посёлке люди должны чувствовать себя комфортно. О других достижениях Тимошевского района уже в присутствии общественников и местных жителей докладывает глава муниципалитета. Кстати, для Андрея Полия это первый отчёт в качестве руководителя района перед губернатором. В наших планах на 2020 год продолжение строительства школы на 400 мест. Нам нужно будет освоить, как сказал губернатор, 340 миллионов рублей. Строительство спортивного зала к школе номер 21 на 43 миллиона рублей. Ремонт кабинетов, кровли, отопление, пищеблоков, приобретение оборудования в школы – это порядка 45 миллионов рублей. И общие расходы на модернизацию в целом составят в районе впервые 428 миллионов рублей. Опыт Андрея Полия в Министерстве экономики края сыграл только в плюс. Губернатору он докладывает об успехах в сельском хозяйстве, промышленном секторе, а также о новых инвестиционных соглашениях. Основные направления района, которые в будущем могут дать рост, местные власти отразили в концепции развития муниципалитета до 2030 года. Вениамин Кондратьев идею поддержал, но отметил, в первую очередь документ должен соответствовать проблематике района. Есть сегодня результаты, они видимы, он молодец в определенных моментах, то есть на самом деле очень быстро он их достиг. Но для меня важна не просто стратегия, о которой он говорит, стратегия на бумаге, а реальная стратегия, основанная на приоритетности проблем, которые нужно решать в Тимошевске и в Тимошевском районе. Вот на этом должна быть основана стратегия. Конкретно ваша стратегия. Даже она интегрирована пусть или креирована в стратегию края. Но у каждого района свой комплекс проблем, которые должны быть заложены в решении этой стратегии. И тогда она будет настоящая стратегия. Тогда все вы будете эту стратегию реализовать, потому что она будет от жизни, от проблем, от проблематики, которые нужно решать, которые не решались, может быть, десятилетиями, а может быть и больше. Поэтому я надеюсь, что стратегия, которую вы сегодня сделали, она стратегия от реальной жизни в Тимошевском районе и в городе Тимошевске. Такие встречи с активом района позволяют увидеть проблемы глазами жителей. Сегодня из зала не раз звучал вопрос о строительстве объезда Тимошевска. Это, можно сказать, основная болевая точка муниципалитета. Венемин Кондратьев заверил, осенью этого года первые работы уже начнутся. Еще один острый вопрос уже для фермеров. Реки Кубани мелеют и заиливаются. Из-за чего страдают местные хозяйства? У меня порядка 500 гектар земли. Я занимаюсь выращиванием сельхозкультур. Естественно, все это на орошении. Остро встает вопрос с водой. Водоемы мелеют, река мелеет. Но последние годы далеко не лучше были в осадках. И, кроме того, она очень сильно заилина и заиливается дальше. Я уже здесь слышал, Андрей Николаевич эту тему затрагивал. Я уже понял, что такая программа есть. Хотелось бы более конкретно услышать по ней. Вчера было запрещено даже тем землепользователям, которые сегодня пользуются водой, взять, зайти и почистить. Было запрещено. Сегодня, вот с 14 июня, будет разрешено, то есть передается полномочия главе муниципального образования, как раз было разрешение. Но вопрос только с проектной документацией. Вопрос такой в том, что это не будет системной работой. Это будет такой определенной акцией. То есть собленные фермеры сбросились, почистили. А верх по реке не почистили. Потом опять почистили. А где-то опять не почистили. Мы так реки никогда не расчистим. Можно по принципу государственно-частного партнерства здесь работать. По принципу софинансирования. Мы говорим о системе, о том, чтобы русло рек, русло не участков рек, а рек почистить. Поэтому, конечно, нет федеральной программы. Если есть разрешительная норма, готовьте краевую. А куда деваться? Это наши реки. Это наши сельхозтоваропроизводители. Такие поездки по краю Вениамин Кондратьев намерен совершать регулярно. О маршруте муниципалитеты предупреждать заранее не будут. В первую очередь глава региона уделит внимание тем районам, где давно не бывал. Губернатор лично проверит то, как местные власти выполняют его поручения и решают проблемы жителей.